Манифлоу индекс Технический индикатор индекс денежных потоков Манифлоу индекс показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу, или выводятся из нее. Построение и интерпретация индикатора Манифлоу индекс аналогичны RSI. Стоит только разницы, что в данном осцилляторе учитывается и объем. Для того, чтобы подгрузить инструмент Манифлоу индекс на график, необходимо нажать кнопку «Индикаторы», «Объемы» и выбрать название «Манифлоу индекс». Как и осциллятор RSI, Манифлоу индекс строится обычно по 14 предыдущим барам. Манифлоу индекс сравнивает отношения положительных и отрицательных денежных потоков. Если типичная цена за текущий период выше, чем за предыдущий, это свидетельствует о положительном потоке денег в данный актив. Если типичная цена за текущий период меньше предыдущий, значит инвесторы выводят средства из данного актива. Чем меньше период, который берется для расчета, тем волатильнее будет индекс денежных потоков. Как уже было сказано, данный инструмент может использоваться так же, как осциллятор RSI, и поэтому подает два основных типа сигналов – дивергенции-конвергенции и сигналы перекупленности-перепроданности. Как и RSI, большинство аналогичных ассоциляторов индекс денежных потоков может использоваться для определения на рынке зон перекупленности и перепроданности. Актив считается перекупленным, если индикатор MFI достиг значения 80 и превысил его. С другой стороны, уровень перепроданности располагается ниже уровня 20 пунктов. Достижение уровня перепроданности говорит о том, что рынок может вскоре развернуться, но не подает сигнал на продажу, поскольку в сильном тренде рынок может находиться и в перекупленном или перепроданном состоянии достаточно продолжительное время. Сигнал, как и на большинстве ассоциляторов, подается на выходе из этих зон. Так, сигнал на продажу подается данным инструментом, если скользящая средняя находится выше 80 уровня и пересекает его сверху вниз. А сигнал на покупку, если скользящая средняя находится ниже 20 уровня и затем пересекает уровень снизу вверх. Дивергенции между ценой актива и индексом денежных потоков могут быть использованы как сигналы покупки или продажи. Так же, как и в случаях с другими ассоциляторами – MACD, Stochastic, Momentum, RSI – они часто показывают близкие разворотные точки текущего тренда. Если цена актива снижается, а положительный денежный поток больше отрицательного денежного потока, на графике это выражается в том, что цена делает новые, более низкие минимум, а MFI – новый минимум выше предыдущего, значит объемы покупок актива, связанные с ростом цены, превышают объемы, связанные со снижением цены. Это означает, что нисходящий тренд является затухающим, и в скором времени он, возможно, развернется, поскольку поступление денежных средств в актив сильнее, чем вывод денежных средств из актива. Как вы видите на данном примере, действительно, исходящее движение в скором времени меняется на восходящее. Обратный вывод можно сделать, если цена делает новый максимум выше предыдущего, а индикатор Money Flow Index наоборот делает следующую вершину ниже предыдущей. Субтитры создавал DimaTorzok